Валентина Владимировна Сустреша проходила под ненавязливым, а лепильным наглядом мясовых милициантов. Справа тем, что уродная садиба Быкова мерковалась врушить премию за свободу думки, заснованную рухом за свободу. Александр Миленкевич рассказывал про принцип, повод для которого выбирали лауреатов. Самое главное, что делают эти люди, чем они отразливаются от других, это то, что они смело протягивают праву Василя Быкова, человека, который закликал жить в одно и в свободе. Мастака Лесь Пушкин, сам был лауреат премии, назвал имя селетнего, докладный селетний пераможцы. И пришел час, маленькую интригу я вам скажу, эту премию надать Жанчине, которая робит белорусской Беларусь нашу. И она робит это про скульптуру. Про скульптуру, потому что иншего шляха перемоги у нас нема. Селета премия за свободу думки вручается Ади Эльюни Райчонок. Ади Райчонок – это сопрадный руховик незалежной культурной деятельности на Висепшине. Керавница культурно-аддукационного центра имя язык подраздовища, засновальница некольких местовых музеев, организатор кошматрических мастацких пленеров. Мне тяжко подобрать слово, чтобы выразить свою благодарность за столь великую оценку моей теплой работы. Я вижу, что белорусская масса людей, которые сделали для отца, что не больше, чем я. И, напевно, они так же могли бы стоять на моем месте и отримать вот эту премию. Но что я сделала? Четыре музея за свое життя, два из них стали державными. И два належут культурно-освитницкому центру имя язык подраздовища, яким уже 11 год керую я по честь смерти своего сына Михася. Я успремаю это узнагороду, что нам не выдадено авансу. И я знаю, не заставить працывать еще больше. Варто отзначит, что «Рух за свободу» принципово урушая премию людям, которые працуются не в столице, а в регионах. На дворы лета Олес-подарный райчонок не сбирается сидеть, склавши руки. Мы рыхтуем всегда пленера, прощаю, что мы еще любого кого-то, и Эмилию Пряток, два пленера. Ну и еще я вас запрошаю. У нас 25 липня у Моссары, у 15-й годин будет фест Бартовской песни. Вот я вас запрошаю, коленас. По коль лауреатка при Мала Веншаванне, наведники под музыку минского цимбалиста Александра Левоншика оглядали невеликую мастацкую выставу, якая разместилась на подворку. Не в забаве дикторка и громадская активистка Зинейда Бондаренко дала старт национальной диктоции. Узельники поспешалися занять зручное место в хате музея Василия Быкова, кто за столами, а кто просто на подлозе. Зрешты, шкода, что это всего только муляж хаты. Сопрадную, мясцовые улады раскидали после смерти письменника, как сбудовать новую, под музей. Сдавалась б добрая новая хата, а лишь не Быковская. Навод шильды в ее некая штучная, казенная. Не одзива, что слова из книги Василя Быкова «Долгая дорога до дому» гушали надзвыше и надземна. Наиболее виноваты мы сами. Наиболее виноваты мы сами. Бо ясче не усвядомили. Боской каштонности, свободы и незалежности. У Вогуля настрою в садибе был по хатниму с войске, сяброски. Наприконце импрезы Андрей Токинданг со своим вуртом разворушил публику. Да и так, что у Александра Миленкевича наладжонку на хвилинку увяли. Душевная отрималась импреза. Тому, коли бы не проехали на врушение премии селита, варто завитать туда прозвод. Хотя, зрешты, никто не забороняй наведать Бышки и ранней. Олесь Кудриский, ННВД, Веска, Бышки.